Белоглинский аграрно-технический техникум встретил Масленицу. Такие мероприятия – добрая традиция в БАД. Ежегодно студенты и преподаватели устраивают ярмарку своего кулинарного мастерства. С начала Масленичной недели студентов и преподавателей поздравила директора техникума Марина Павлова. Любимая моя преподаватель, сотрудничая, моя любимая, уважаемая студентка. С праздником, с начала Масленицы я желаю здоровья, счастья, любви. Самое главное – настроение весеннего, хороших оценок, всего-всего доброго. И вот сегодня мы попробуем наших блинов, которые приготовлены своими ручками, нашими студентами, мамами студентов, нашими сотрудниками. Поэтому с праздником мы жарим, друзья, в Масленице. В начале недели в техникуме объявили конкурс блинов. Во вкусном состязании приняли участие преподаватели, студенты и их родители. Победители командного конкурса в различных номинациях определила жюри. Проигравших нет. Команды представили свои угощения и украсили столы традиционными символами праздника. На столах блины на любой вкус – с медом, вареньем, сгущенкой, икрой и сметаной. Так, пожалуйста, у нас блинчики. Без начинки. А начинки у нас, значит, маленькие, побольше блинчики. Это капкейки у нас. Это чуть-чуть толще блина у нас, но не оладьи. Оладьи жирные у нас, не жирные. И начинка у нас – повидло, сметана, сгущенка и лед. Пожалуйста, вот такое у нас угощение. Как замесить идеальное тесто для блинов, рассказала мастер производственного обучения Марина Туленова. Мы должны в первую очередь подогреть молоко. Тепленькое молоко, температура человеческого тела. Я взяла литр молока. На литр молока я беру 4 яйца. Соль. Соль, в зависимости от того, какие вы будете делать блинчики. Сладкие, значит, поменьше соли положите. Соленые, значит, добавьте побольше. Сахар. Ну, на такое количество молока достаточно 2 столовые ложки сахара. Сахар нам придает колер. Чтобы были золотистые блинчики, если хотите, чтобы они были гораздо золотистее, добавьте еще сахар. И дальше мы начинаем процесс замешивания. Тесто должно получиться жидким, однородной консистенции. По советам мастера Марина Туленовой, чтобы набухла клейковина после замеса, тесто должно постоять и настояться около 15 минут. На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло, излишки промакиваем салфеткой. После появления легкого дымка от накаливания можно приступать к выпечке ароматных блинов. Яйца никогда не экономьте. Все, выпекаем. Выпекаем до золотистой корочки по краю нашей сковородочки. По диаметру. Мастером производственного обучения Марина Ивановна работает уже 19 лет. Начала свой трудовой путь в 2004 году с работы поваром-кондитером. Начинала с профессионального училища. В 2004 году я сюда пришла работать в группу повар-кондитер. Выпустила пять групп трех годичников поварских, группу пекарскую, шестую. Сейчас у меня седьмая группа, первый курс. Работаю я 19 лет. Готовясь к празднику, студенты пекаря показали свое мастерство в выпекании блинов. Уже сейчас ребята начинают активно готовиться к экзаменам. Осваивают новые кондитерские блюда. Навыки оттачивают не только в техникуме, но и дома. Своими впечатлениями о учебе и будущей профессии поделилась студентка второго курса Юлия Котылевская. Очень нравится моя профессия. Я узнаю многое новое, особенно в нашей практике. Наш мастер Ирина Викторовна много чего нас обучает. Будем готовиться к демоэкзамену на следующий год. Мы уже готовимся к нему. Праздник проходил непринужденные обстановки. Приходящую весну студенты и преподаватели встречали с зажигательными танцами и общим весельем. Кульминацией гулянии стала дегустация вкусных блинов.